Здравствуйте, уважаемые подписчики нашего канала. Продолжаем цикл онлайн лекций по предмету информационно-коммуникационной технологии, читаемых для экономических специальностей вузов. Тема лекции – информационно-коммуникационное оборудование. В ходе лекции затронем следующие вопросы. Дадим классификацию сетевого оборудования и, согласно модели оси, рассмотрим коммуникационное оборудование сети от нижележащего слоя к вышележащему слою, а именно сетевые адаптеры, повторители, концентраторы, мосты, коммутаторы, маршрутизаторы и сетевой шлюз. Для более полного изучения затронутых тем рекомендую к прочтению книги, представленные в списке литературы. Итак, основными компонентами сети являются рабочие станции, серверы сети, передающие среды и сетевое оборудование. Рабочими станциями называются компьютеры сети, на которых пользователями сети реализуются прикладные задачи. Серверы сети – это аппаратно-программные системы, выполняющие функции управления распределением сетевых ресурсов общего доступа. Сервером может быть любой подключенный к сети компьютер, на котором находятся ресурсы, используемые другими устройствами локальной сети. В качестве аппаратной части сервера используются достаточно мощные компьютеры. Сети можно создавать с любым из типов оборудования и кабеля. Минимально необходимая аппаратура для организации сети – это кабели, разъемы, терминаторы и сетевые адаптеры. Кроме этого, чтобы создать полномасштабные вычислительные сети, используют промежуточные сетевые устройства, такие как трансивиры, репитеры, концентраторы, мосты, коммутаторы и маршрутизаторы. Хотелось бы также отметить, что согласно приведенной классификации, применяемое оборудование также можно было бы проклассифицировать по их активности в сети, а именно как активное и пассивное оборудование. Активное оборудование – это оборудование, содержащее электронные схемы, получающее питание от электрической сети или других источников и выполняющее функции усиления и преобразования сигналов. Примерами активного оборудования служат Сетевой адаптер, репитер, концентратор, мост, коммутатор, маршрутизатор, ретранслятор, медиаконвертер, сетевой трансивир. Пассивное оборудование – это оборудование, не получающее питание от электрической сети или других источников и выполняющее функции распределения или снижения уровня сигнала. Примером пассивного оборудования служит кабельная система. Например, кабель, коаксиальный кабель или же витая пара, вилка или же розетка, пач-панель, баллон для коаксиальных кабелей и так далее. Также к пассивному оборудованию иногда относят оборудование трассы для кабелей, кабельные латки, монтажные шкафы и стойки и телекоммуникационные шкафы. Рассмотрим пассивные составляющие коммуникационной сети. Витая пара. Это кабель, выполненный в виде скрученной пары проводов. Витая пара наилучшим образом подходит для малых учреждений. Недостатками данного кабеля является высокий коэффициент затухания сигнала и высокая чувствительность к электромагнитным помехам. Поэтому максимальное расстояние между активным устройством в локальной вычислительной сети при использовании витой пары должна быть не более 100 метров. Витая пара имеет различные технические характеристики. Это прежде всего зависит от его категории. Он состоит из множества медных проводников, образующих пару. Проводники могут быть в изоляции из поливинилхлорида, либо полипропилена. Кабели повышенного качества оснащены тефлоновой изоляцией, либо полиэтилена. Такая изоляция дает гарантию малых диэлектрических потерь и защищает проводники от повышенного нагрева. Проводники могут быть из одной или нескольких желт, составляющих пучок. Для предохранения от разнообразных помех могут употреблять и экранирование кабелей. Можно выделить два ключевых вида кабелей на основе этой технологии. Это экранированные и неэкранированные кабели. Отметим, что экранированные кабели более устойчивы к электромагнитным помехам. Во время подбора кабеля в обязательном порядке приходится сталкиваться со специальной маркировкой. Каждая ее часть отвечает за какие-то особенности конструкции. Например, одна часть может говорить о том, что кабель экранирован. К примеру, имеется такой продукт, как кабель UTP-CAT-5E-CCA. Каждый символ в названии что-то обозначает и расшифровывается как Unshielded Twisted Pair – неэкранированная витая пара категории 5E. Во время маркировки могут использоваться различные обозначения, среди которых, например, TP – витая скрученная пара, U – отсутствие специального защитного экрана, F – с использованием фольги в виде экрана, S – с использованием проволочной оплетки в виде экрана. Однако, в практике могут возникать разнообразные ситуации. Это обусловлено тем фактором, что изготовители нередко маркируют кабель только при помощи трех букв. Надо знать особенности такой маркировки. Чтобы иметь возможность грамотно разобраться в ней, маркировка производителей обозначает следующее. UTP – это отсутствие экранирования кабеля. STP – все пары обладают экраном из фольги. FTP – с общим экраном. STP – использование экрана из проволочной оплетки. S – FTP – фольга, либо же оплетка в качестве экрана. F – FTP – экранирование каждой отдельной пары и всего изделия в целом. S – STP – кабель – экранирование фольгой каждой пары. И дополнительное помещение каждой пары – специальный экран из проволочной оплетки. На сегодняшний день принято выделять 10 ключевых категорий данного типа кабель. Каждый из них обладает своими специфическими особенностями. Ключевым отличием является полоса пропускания кабеля. Она играет роль определяющего фактора для обеспечения скорости трансляции данных. От нее также зависит вероятность употребления специальных технологий сетей. Сейчас на практике, во время прокладки локальных вычислительных сетей, из приведенного списка чаще всего применяются кабели пятой категории, с полосой пропускания до 1 Гбит в секунду и частотным диапазоном до 100 МГц. Стоит также отметить, что существуют также и некоторые подкатегории, которые могут обладать разной скоростью и прочими техническими характеристиками. Например, кабель категории 8.1 и 8.2 позволяют создавать каналы длиной до 32 метров. Другой вид кабеля – коаксиальный. Коаксиальный кабель состоит из одного цельного или витого центрального проводника, который окружен слоем диэлектрика. Проводящий слой алюминиевой фольги, металлической оплетки или же их комбинации окружает диэлектрик и служит одновременно как экран против наводок. Общий изолирующий слой образует внешнюю оболочку кабеля. Следующий вид кабеля – оптоволоконный. Оптоволоконный кабель является более новой технологией, используемой в сетях. Носителем информации является световой луч, который модулирует со сетью и принимает форму сигнала. Такая система устойчива к внешним воздействиям. И таким образом возможна очень быстрая, секретная и безошибочная передача данных со скоростью до 2 Гбит в секунду. Количество каналов в таких кабелях – огромное. Передача данных выполняется только в симплексном режиме, поэтому для организации обмена данными устройствами необходимо соединять с двумя оптическими волокнами. На практике оптоволоконный кабель всегда имеет четное, то есть парное количество волокон. К недостаткам оптоволоконного кабеля можно отнести большую стоимость, а также сложность подсоединения. Примерный вид оптоволоконного кабеля представлен на рисунке. Также для создания сетей используют радиоволны. Радиоволны в микроволновом диапазоне используются в качестве передающей среды в беспроводных локальных сетях, либо между мостами или шлюзами, для связи между локальными сетями. В первом случае максимальное расстояние между станциями составляет 200-300 метров, во втором – на расстоянии прямой видимости. Современное оборудование позволяет вырабатывать скорость и передача данных от 190 Мбит в секунду и выше. В рамке данной лекции оборудование, связанное с передачей данных по радиоканалу, такие как технологии Wi-Fi, Bluetooth, сенсорные сети в ZigBee, мы рассматривать не будем, так как эта тема будет затронута в последующих лекциях. Также особо хочется отметить следующие основные понятия, встречающиеся при рассмотрении сетевой архитектуры. Это программные компоненты сети. Основными программными компонентами сети являются следующие. Сетевые операционные системы, где наиболее известные из них – это Windows от Microsoft, Lantastic, NetWear, Unix, Linux и т.д. Сетевые программные обеспечения – это клиенты сети, сетевая карта, протокол, служба удаленного доступа и последний термин – локальная вычислительная сеть. Что такое локальная вычислительная сеть? Это совокупность компьютеров, каналов связи, сетевых адаптеров, работающих под управлением сетевой операционной системы и сетевого программного обеспечения. В локальной вычислительной сети каждый компьютер называется рабочей станцией, за исключением одного или нескольких компьютеров, которые предназначены для выполнения функций серверов. Каждая рабочая станция и сервер имеют сетевые карты, то есть адаптеры, которые посредством физических каналов соединяются между собой. В дополнение к локальной операционной системе на каждой рабочей станции активизируется сетевое программное обеспечение, позволяющее станции взаимодействовать с файловым сервером. Сетевые адаптеры Сетевой адаптер, также известная как сетевая карта, сетевая плата, интернет-адаптер, NIC от английского Network Interface Controller, Это контролеры, подключенные в слоте расширение материнской платы компьютера, предназначенные для передачи сигналов в сеть и приема сигналов из сети. В настоящее время, особенно в персональных компьютерах, сетевые платы довольно часто интегрированы в материнские платы, для удобства и утешевления всего устройства в целом. По конструктивной реализации сетевые платы делятся на внутренние, вставляемые во внутренние слоты материнской платы, внешние, подключаемые через внешние интерфейсы, и встроенные в материнскую плату. Повторитель Одной из первых задач, которые стоят перед любой технологией транспортировки данных, является возможность их передачи на максимально большие расстояния. С этим справляется такой вид сетевого оборудования, как повторитель. Повторитель предназначен для увеличения расстояния сетевого соединения путем повторения электрического сигнала один в один. Бывают однопортовые и многопортовые повторители. В терминах модели оси повторитель работает на первом, то есть нижележащем физическом уровне. Физическая среда накладывает на процесс передачи информации свои ограничения. Рано или поздно мощность сигнала падает, и прием становится невозможным. Но еще большие значения имеют то, что искажается форма сигнала. Это закономерность, в соответствии с которой мгновенное значение уровня сигнала изменяется во времени. Это происходит в результате того, что провода, по которым передается сигнал, имеют свою собственную емкость и индуктивность. Электрические и магнитные поля одного проводника наводят ЭДС в других проводниках. Привычное для аналоговых систем усиление не годится для высокочастотных цифровых сигналов. Разумеется, при его использовании какой-то небольшой эффект может быть достигнут, но с увеличением расстояния искажения быстро нарушает целостность данных. В таких ситуациях применяют не усиление, а повторение сигнала. При этом устройство на выходе должно принимать сигнал, далее распознавать его первоначальник и генерировать на выходе его точную копию. Такая схема в теории может передавать данные на сколько угодно большие расстояния. Значит, сигнал при перемещении по сети подвержен ослаблению. Чтобы противодействовать этому ослаблению, можно использовать повторители или же усилители, которые усиливают сигналы, проходящие через них по сети. В немодулированных системах для восстановления сигнала используют повторители, а в модулированных системах – усилители. Повторители используются в сетях с цифровым сигналом для борьбы с ослаблением сигнала. Повторители обеспечивают надежную передачу данных на большие расстояния, нежели обычно позволяют тип носителя. Когда повторитель получает ослабленный входящий сигнал, он очищает сигнал, увеличивает его мощность и посылает этот сигнал к следующему сегменту. Усилители, хоть и имеют исходное значение, используются для увеличения дальности передачи в сетях, использующие аналоговый сигнал. Аналоговые сигналы могут переносить как голос, так и данные одновременно. Носитель делится на несколько каналов, так что разные частоты могут передаваться параллельно. Первоначально в интернет использовался коаксиальный кабель с топологией шина, и нужно было соединять между собой всего несколько протяжённых сегментов. Для этого обычно использовались повторители, имевшие два порта. Несколько позже появились многопортовые устройства, называемые концентраторами. Их физический смысл был точно такой же, но восстановлённый сигнал транслировался на все активные порты, кроме того порта, с которого приходил сам сигнал. С появлением протокола 10 базы Т, витой пары, да, для избегания терминологической путаницы, многопортовые повторители для витой пары стали назваться сетевыми концентраторами, а двухпортовые повторителями. Концентратор Концентратор работает на физическом уровне сетевой модели оси, повторяет приходящий на один порт сигнал на все активные порты. В случае поступления сигнала на два и более порта одновременно возникает коллизия, и передаваемые кадры данных теряются. Таким образом, все подключённые концентраторы устройства находятся в одном домине коллизий. Концентраторы всегда работают в режиме полдуплекса. Все подключённые устройства Ethernet разделяются между собой в предоставляемую полосу доступа. Многие модели концентраторов имеют простейшую защиту от излишнего количества коллизий, возникающих по причине одного из подключённых устройств. В этом случае они могут изолировать порт от общей среды передачи. По этой причине сетевые сегменты, основанные в топе паре, гораздо стабильнее в работе сегментов на коаксиальном кабеле. Поскольку в первом случае каждое устройство может быть изолировано концентратором от общей среды, а во втором случае несколько устройств подключаются при помощи одного сегмента кабеля. И в случае большего количества коллизий, концентратор может изолировать лишь весь сегмент. В последнее время концентраторы используются достаточно редко. Вместо них получили распространенные коммутаторы. Это устройства, работающие на канальном уровне модели оси и повышающие производительность сети путём логического выделения каждого подключенного устройства в отдельный сегмент. Так называемый домень коллизий. Концентраторы являются одной из главных составляющих частей некоторых типов сетей. Главной задачей концентраторов является разветвление сетевого сигнала на несколько частей. Различают активные, пассивные и гибридные концентраторы. Концентраторы характеризуются количеством портов, скоростью передачи данных и типом сетевого носителя. Количество портов, разъёмов для подключения сетевых линий обычно выпускается с 4, 5, 6, 8, 16, 24, 48 портами. Концентраторы с большим количеством портов значительно дороже. Однако концентраторы можно создать в каскадную, в так называемый стек, друг к другу, наращивая количество портов сегмента сети. В некоторых для этого предусмотрены специальные порты. Скорость передачи данных измеряется в мегабит в секунду. Выпускаются концентраторы со скоростью 10, 100 и 1000 мегабит в секунду. Кроме этого, в основном распространены концентраторы с возможностью изменения скорости. Обозначаются через троп как 10, 100 и 1000 мегабит в секунду. Скорость может переключаться как автоматически, так и с помощью перемычек или переключателей, которые установлены на самом концентраторе. Обычно, если хотя бы одно устройство присоединено к концентратору на скорости нижнего диапазона, он будет передавать данные на все порты с их же скоростью. Тип светового носителя обычно это витая пара или оптоволокно, но существуют концентраторы и для других носителей, а также смешанные. Например, для витой пары и коаксиального кабеля. Мост Сетевой мост Это сетевое устройство предназначено для объединения под сетей в единую сеть. В отличие от повторителя, мост позволяет разбить сеть на несколько сегментов, изолировав за счет этого часть трафика. Сетевой мост работает на канальном уровне модели оси. Мосты бывают программные и аппаратные. Мост функционирует в первую очередь как повторитель. Он может получать данные из любого сегмента, однако он более разбойчив в передаче этих сигналов, чем повторитель. Если получатель пакета находится в том же физическом сегменте, что и мост, то мост знает, что этот пакет достиг цели и, таким образом, больше не нужен. Однако, если получатель пакета находится в другом физическом сегменте, мост знает, что его надо переслать. Эта обработка помогает уменьшить загрузку сети. Например, сегмент не получает сообщений, не относящихся к нему. В целом, к основным функциям Этернет относит следующее. Мосты изучают характер расположения сегментов сети. И путем построения адресных таблиц вида интерфейс MAC-адрес, в которых содержатся адресы всех сетевых устройств и сегментов, необходимых для получения доступа данному устройству. Примерная схема функционирования моста приведена на схеме, в котором мосты объединяют три различные сегмента сети. Алгоритм работы моста сводится к следующему. Это получение кадра, проверка наличия в таблице MAC-адресов адреса отправителя с номером порта. Если его не имеется в таблице, он туда заносится. Если приписан другому порту, то он оттуда удаляется. Если пакет широковещательный, то пересылка его во все порты, кроме порта отправителя. Если пакет однопунктовый, то пересылается его в порт, которому в таблице MAC-адресов соответствует адрес получателя. Если пакет внутрисегментный, то он игнорируется. Если адреса получателя еще нет в таблице, то осуществляется пересылка пакета во все порты, кроме порта отправителя. а обновление записи таблицы с учетом времени старения. Обычно это занимает от 3 до 7 минут. Хочу заранее отметить, что функции сетевого моста очень схожи с функциями другого сетевого устройства, сетевого коммутатора, который рассмотрим далее. Физически они выполняют одну и ту же задачу – объединение разрознений от сегментов и устройств сети, единую структуру. Главное отличие заключается в принципе работы, то есть в том, как устройство узнает MAC-адрес устройства. После включения в сеть мост анализирует поле адрес источника поступающих пакетов. Эту информацию он заносит в специальную таблицу, примитив которой дан на рисунке. Мост отправляет пакеты в соответствии с полем адрес получателя после анализа той же таблицы. Если там нет соответствия порта и MAC-адреса, то он отправляет этот пакет во все исходящие порты. Если поле адрес получателя содержит MAC-адрес устройства, которое принадлежит той же сети, откуда поступил пакет, то он блокируется. Таким образом, мост блокирует пакеты, предназначенные для одного сегмента сети. Благодаря тому, что сетевой мост фильтрует пакеты в соответствии с адресом получателя, в сети интернет тем самым предотвращается распространение коллизий. То есть отдельные сети, подключаемые к портам, образуют изолированные сегменты. Это позволяет увеличить скорость передачи данных и емкость в каждой отдельной сети. Еще одна функциональная особенность мостов – это использование алгоритма покрывающего дерева – Spanning Tree Algorithm, который позволяет мостам, а также и коммуникаторам автоматически определять древовидную конфигурацию связей в сети при прозвольном соединении портов между собой. Как уже отмечалось, для нормальной работы моста или же коммутатора требуется отсутствие замкнутых маршрутов в сети. Эти маршруты могут создаваться администратором специально для образования резервных связей или же возникать случайным образом, что вполне возможно, если сеть имеет многочисленные связи, а кабельная система плохо структурирована или же документирована. Пример такого решения представлен на схеме. В целом, мост позволяет решать следующие задачи. Увеличить размер сети, ограничить домен коллизий, увеличить максимальное количество компьютеров в сети, решить проблему узких мест, приводящих к увеличению трафика в сети, разбить перегруженную сеть на отдельные сегменты с уменьшенным трафиком, соединить сети, использующие разные типы кабельных сетей, соединить разродные сегменты сети, такие как Ethernet и Token Ring, обнаружение и подавление петель широковещательного шторма. Вместе с тем, мосты увеличивают латентность сети на 10-30%. Это увеличение латентности связано с тем, что мосту передачи данных требуется дополнительное время на принятие решения. Мост рассматривается как устройство с функциями хранения и дальнейшей отправки, поскольку он должен проанализировать поле адреса пункта назначения фрейма, то есть кадров, и вычислить контрольную сумму в поле контрольной последовательности фрейма перед отправкой фрейма на все порты. Если порт пункта назначения в данный момент занят, то мост может временно сохранить фрейм до освобождения порта. Для выполнения этих операций требуется некоторое время, что и замедляет процесс передачи и увеличивает латентность. Коммутатор Коммутаторы, по отличие от концентраторов, это устройство полностью воплощает в себе идеологию общей разделяемой среды и превращает сеть в единый домен. Коммутаторы – это более интеллектуальное устройство, способное анализировать адрес назначения кадра и передавать его не всем станциям сети, а только адресату. До появления коммутаторов задача развеяния сети на сегменты решалась с помощью мостов, которые мы уже рассмотрели, и которые в настоящее время практически не используются. Основной же принцип действия мостов и коммутаторов остался же неизменным. Именно поэтому коммутаторы иногда называют многопортовыми мостами. Значит, сетевой коммутатор – это устройство, предназначено для соединения нескольких узлов компьютерной сети в пределах одного сегмента и тем самым уменьшая латентность сети. Коммутатор работает на канальном уровне модели оси, и поэтому в общем случае может только объединять узлы одной сети по их MAC-адресам. Коммутаторы были разработаны с использованием мостовых технологий и часто рассматриваются как многопортовые мосты. При соединении нескольких сетей на основе сетевого уровня служат маршрутизаторы, которые мы рассмотрим далее. Разница между мостом и коммутатором состоит в том, что мост передает кадры последовательно, а коммутатор последовательно, параллельно. Коммутатор хранит в памяти таблицу коммутации, в которой указывается соответствие MAC-адреса узла порту коммутатора. При включении коммутатора первоначально эта таблица пуста, и он работает в режиме обучения. В этом режиме поступающие на какой-либо порт данные передаются на все остальные порты коммутатора. При этом коммутатор анализирует кадры и, определив MAC-адрес хоста отправителя, заносит его в таблицу. Впоследствии, если на один из портов коммутатора поступит кадр, предназначенный для хоста, MAC-адрес которого уже есть в таблице, то этот кадр будет передан только через порт, указанный в таблице. Если MAC-адрес хоста отправителя не ассоциирован с каким-либо портом коммутатора, то кадр будет отправлен на все порты. Со временем коммутатор построит полную таблицу для всех своих портов, и в результате трафик локализируется. Стоит отметить малую латентность и высокую скорость пересылки на каждом порту интерфейса по сравнению с предыдущим устройством. Латентность, это связанная с принятием коммутатором решений, добавляется к времени, которое требуется кадру для выхода на порт коммутатора, и выхода с него, и вместе с ним определяет общую задержку коммутатора. На рисунке приведена коммутационная схема работы коммутатора. Как видно из рисунка, он перенаправляет данные на соответствующие им порты согласно заранее построенной таблице коммутации. Передача из широковещательного пакета осуществляется, как показано на рисунке, где пакет отправляется на все порты, кроме того порта, на который он пришел. Существует три способа коммутации. Каждый из них – это комбинация таких параметров, как время ожидания и надежность передачи. Коммутация с промежуточным хранением, сквозная коммутация и коммутация, которая использует вышеперечисленные методы. При промежуточной коммутации коммутатор читает всю информацию в кадре, проверяет его на отсутствие ошибок, выбирает порт коммутации и после этого посылает в него кадр. При сквозной коммутации коммутатор считывает в кадре только адрес назначения и после выполняет коммутацию. Этот режим уменьшает задержки при передаче, но в нем нет метода обнаружения ошибок. При гибридном способе коммутации передача осуществляется после фильтрации фрагментов коллезий. Свойство симметрии при коммутации позволяет дать характеристику коммутатора с точки зрения ширины полосы пропускания для каждого его порта. Симметричный коммутатор обеспечивает коммутируемое соединение между портами с одинаковой шириной полосы пропускания, например, когда все порты имеют ширину пропускания в 10 или же 100 Мбит в секунду. Асимметричный коммутатор обеспечивает коммутируемое соединение между портами с различной шириной полосы пропускания, например, в случае комминации портов шириной полосы пропускания 10 и 100 Мбит в секунду или же 10 и 1000 Мбит в секунду. Асимметричная коммутация используется в случае наличия больших сетевых потоков, типа клиент-сервер, когда многочисленные пользователи обмениваются информацией с сервером одновременно, что требует большей ширины пропускания для того порта коммутатора, к которому подсоединен сервер, с целью предотвращения переполнения на этом парте. Для того, чтобы направить поток данных в 100 Мбит в секунду, например, на порт в 10 Мбит в секунду, безопасность переполнения на последнем, асимметричный коммутатор должен иметь буфер памяти. Буфером памяти называется область памяти, в которой коммутатор хранит передаваемые данные. Для временного хранения пакетов и последующей их отправки по нужному адресу коммутатор может использовать буферизацию. Буферизация может быть также использована и в том случае, когда порт пункта назначения занят. Буфер памяти может использовать два метода хранения и отправки пакетов. Буферизация по портам и буферизация с общей памятью. При буферизации по портам пакеты хранятся в очередях, которые связаны с отдельным входным портом. Пакет передается на выходной порт только тогда, когда все пакеты, находящиеся впереди него в очереди, были успешно переданы. При этом возможна ситуация, когда один пакет задерживает всю очередь из-за занятости порта его пункта назначения. Эта задержка может происходить даже и в том случае, когда остальные пакеты могут быть переданы на открытые порты их пунктов назначения. При буферизации с общей памятью все пакеты хранятся в общем буфере памяти, который используется всеми портами коммутатора. Количество памяти от вводимой порту определяется требуемым ему количеством. Такой метод назвать динамическим распределением буферной памяти. После этого пакеты, находящиеся в буфере, динамически распределяются по выходным портам. Это позволяет получить пакет на одном парте и отправить его с другого порта, не устанавливая его в очередь. Коммутатор поддерживает карту портов, в которые требуется отправить пакеты. Очистка этой карты происходит только после того, как пакет успешно отправлен. Поскольку память к буферу является общей, размер пакета ограничивается всем размером буфера, а не долей, предназначенной для конкретного порта. Это означает, что крупные пакеты могут быть переданы с меньшими потерями, что особенно важно при асимметричной коммутации. То есть, когда порт с шириной полосы пропускания в 100 Мбит в секунду, должен отправить пакеты на порт с меньшей шириной полосы пропускания, например, в 10 Мбит в секунду. Коммутаторы подразделяются на управляемые и неуправляемые. Более сложные коммутаторы позволяют управлять коммутацией на канальном и сетевом уровне модели оси. Обычно их именуют соответственно. Например, Layer-2-Switch или просто сокращаем L2 и Layer-3-Switch, L3. Управление коммутатором может осуществляться посредством протоколов веб-интерфейса, SNMP, ERMOM и т.д. Многие управляемые коммутаторы позволяют выполнять дополнительные функции. Например, VLAN, в котором создаются несколько виртуальных сетей на базе одного устройства. GOS, Quality of Service, агрегирование с объединением нескольких физических каналов в один логический. Сложные коммутаторы можно объединить в одно логическое устройство, называемое стеком. С целью увеличения частота портов, например, можно объединить 4 коммутатора с 24 портами и получить логический коммутатор с 90 портами. Либо с 96 портами, если для стекирования используются специальные порты. Как уже ранее отмечал, разница между мостом и коммутатором состоит в том, что мост передает кадры последовательно, а коммутатор параллельно. В общем случае, коммутатор и мост аналогичны по функциональности устройства. Разница заключается во внутреннем устройстве. Мосты обрабатывают трафик, используя центральные процессы. Коммутатор же использует коммутационную матрицу, то есть обратную схему для коммутации пакетов. Далее приведены основные отличия коммутаторов от мостов. Первое, чем отличается, это то, что специализированные устройства типа коммутаторов работают более быстрее, чем мосты. Больше отличается отличается еще и большим количеством портов. Простая наращиваемость, одновременная передача нескольких пакетов, простые коммутаторы не поддерживают объединение разродных сетей и алгоритм удаления петель, сложные коммутаторы заменяют более вышележащие устройства, такие как маршрутизаторы, которые работают на третьем уровне модели оси. В настоящее время мосты практически не используются, так как для работы требуют производительные процессы, за исключением ситуации, когда связываются сегменты сети с разной организацией первого, то есть физического, уровня модели оси, например, между XDSL соединениями, оптикой и интернетом. Маршрутизатор Маршрутизатор представляет собой сетевое коммуникационное устройство, которое может связывать два и более сетевых сегментов или по сетей. Маршрутизатор реализует протоколы физического, канального и сетевого уровня модели оси. Специальные сетевые процессы соединяют части коммутатора в единое целое. Физический, канальный и сетевые протоколы в разных сетях различны, поэтому соединение паракоммуникационных сетей осуществляется через маршрутизаторы, которые осуществляют необходимое преобразование указанных протоколов. Сетевые процессы выполняют взаимодействие соединяемых сетей. Обычно маршрутизатор используют адрес получателя, указанный в пакетах данных, и определяют по таблице маршрутизатора путь, по которому следует передавать данные. Если в таблице маршрутизации для адреса нет описанного маршрута, пакет отбрасывается. Существуют и другие способы определения маршрута пересылки пакетов, когда, например, используется адрес отправителя, используемые протоколы верхних уровней и другая информация, содержащиеся в заголоках пакетов сетевого уровня. Нередко маршрутизаторы могут осуществлять трансляцию адресов отправителей и получателей, фильтрацию транзитного потока данных на основе определенных правил с целью ограничения доступа, шифрования, дешифрования, передаваемых данных и т.д. Таблица маршрутизации содержит информацию, на основе которой маршрутизатор принимает решение о дальнейшей пересылке пакетов. Таблица состоит из некоторого числа записей маршрутов, в каждой из которых содержится адрес сети получателя, адрес следующего узла, которому следует передавать пакеты, и некоторый вес записи метрику. Метрики записей в таблице играют роль в вычислении кратчайших маршрутов к различным получателям. В зависимости от модели маршрутизатора и используемых протоколов маршрутизации в таблице может содержаться некоторая дополнительная служебная информация. Например, у нас дана приблизительная запись, которая содержится в некоторой таблице. Здесь имеется первый IP-адрес 192.168.64.0 Далее идут у нас 110 у нас означает административное расстояние 49 у нас обозначает значит метрику маршрута IP-адрес 192.168.1.2 у нас является адресом следующего маршрутизатора которому следует передавать пакеты для сети 192.168.64.0 Здесь далее у нас имеется значит время в течение которого был известен этот маршрут и последняя значит запись у нас это интерфейс маршрутизатора через который можно достичь соседа ну соседом у нас здесь является значит IP-адрес 192.168.1.2 то есть следующий маршрутизатор таблица маршрутизатора может составляться двумя способами статический и динамический статическая маршрутизация это когда записи в таблице вводятся и изменяются вручную такой способ требует вмешательства администратора каждый раз когда происходит изменение в топологии сети с другой стороны он является наиболее стабильным и требующим минимума аппаратных ресурсов маршрутизатора для обслуживания таблицы динамическая маршрутизация это когда записи в таблице обновляются автоматически при помощи одного или нескольких протоколов маршрутизации кроме того маршрутизатор состроит таблицу оптимальных путей к сетям назначения на основе различных критериев количество промежуточных узлов пропускной способности каналов задержки передачи данных и так подобное такой способ построения таблицы позволяет автоматически держать таблицу маршрутизации в актуальном состоянии и вычислять оптимальные маршруты на основе текущей топологии сети однако динамическая маршрутизация оказывает дополнительную нагрузку на устройство а высокая нестабильность сети может приводить к ситуациям когда маршрутизаторы не успевают синхронизировать свои таблицы что приводит к противоречивым сведениям о топологии сети в различных ее частях и потере передаваемых данных а теперь рассмотрим основные различия между маршрутизаторами и мостами маршрутизатор является последующим развитием мостов мосты производят фильтрацию по MAC-адресу а маршрутизаторы могут осуществлять фильтрацию как по аппаратному адресу так и по сетевому то есть IP-адресу каждый передаваемый пакет отправляется мостом во все подключенные к нему сегменты а маршрутизаторы лишь в тот сегмент по которым пакет достигнет получателя шлюз шлюз является наиболее сложной ретрансляционной системой обеспечивающей взаимодействие сетей с различными наборами протоколов всех семи уровней модели оси в свою очередь наборы протоколов могут опираться на различные типы физических средств соединения шлюзы опируют на верхних уровнях модели оси сеансовым представительском и прикладном и представляют наиболее развитый метод соединения сетевых сегментов и компьютерных сетей необходимых сетевых шлюзов возникает при объединении двух систем имеющих различную архитектуру например шлюз приходится использовать для соединения сети с протоколом TCP-IP и EVM со стандартом SNA эти две архитектуры не имеют ничего общего и поэтому требуется полностью переводить весь поток данных проходящих между двумя этими системами в качестве шлюза обычно выступает выделенный компьютер на котором запущено программное обеспечение шлюза и производится преобразование позволяющее воздействовать необходимым системам сети например при использовании шлюза персональный компьютер на базе Intel совместимых процессоров на одном сегменте могут связываться и разделить ресурсы с компьютерами типа Macintosh другой функцией шлюзов является преобразование протоколов шлюз может получить сообщение по IPX SPX направленное клиенту использующий другой протокол например TCP IP на удаленном сетевом сегменте после того как шлюз определяет что получателем сообщения является станция TCP он действительно преобразует данные сообщения в протокол TCP IP в этом состоит его отличие от моста который просто пересылает сообщение используя один протокол внутри формата данных другого протокола преобразование при необходимости происходит у получателя на этом я прощаюсь с вами спасибо за внимание и до новых встреч субтитры